Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1019. События дня. 2 Тимофея 2.11.13 Верно Слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может за 30 сентября 2018 года. Воскресенье. Ну и дальше объявление. Тут всегда можно тормознуть и почитать, подробно посмотреть. Галина Авлеевская. Мир вам. Замечательный ролик с сестрой Серафимой. И поучительный для семей с детьми нашего искореженного мировой политикой русского православного общества. Передаю сестре поклон за ее искреннее поучение, откровение, с уважением ее скромности в видеосъемках. Благодарим и надеемся на новые с ней встречи. А металлическую трость заменить бы на деревянную. Много бабушек лежат в нашем отделении с травмой шейки бедра. И то трость, то порог у каждой. Храни ее, Бог, и вам, Игнатий Тихонович, благодарствуем. Имеющий уши дослышит. Аллилуйя. Наталья Чарнова. Мир вам, Игнатий Тихонович. Только что просмотрела ваш ролик Серафимина толкования падения ее в храме и иное. Очень растрогал меня, особенно в конце, когда она уходила от вас с песней. Слава Богу за все. Храни ее, Господь, и вас, Игнатий Тихонович, за все ваши труды и молитвы. Передайте ей от меня низкий поклон. Ну, я сразу поехал к ней. Она что-то там на улице, где, не знаю, хлопала надежда или что-то. Я ей передал поклон. Она очень благодарна. Ну, вот так. От Галины и от вас, Наталья. Я пишу здесь, Володя Пащенко. Сергей Егорович уехал. Тут все хорошо. Тебя ожидаем. Он отвечает. «Мир вам, Игнатий Тихонович, вы меня простите, но я задержусь и приду только в конце следующей недели. Спаси Христос за молитву. У меня тут различные встречи, как среди родственников, так и с другими верующими людьми. Слава Христу». То есть, все время говорил, он уезжал на две недели. И я всем говорил на две недели. И все дела подогнал, чтобы успеть сделать. Наступает практически последняя неделя. На то и десятого нам выезжать уже. Пишу им. Это уже совсем нехорошо. «Жду во вторник, как и говорил ты. У нас еще и морков в поле, и другие работы. По музею, виноград, крыши разные, подготовка к зиме и прочее тут. Недержание слова два сапога, пара. Жду во вторник непременно». Держание слова – это бессоветие и непослушание. Это два коня, которые возницу несут в пропасть ада. «Не нарушай своего слова. Господи, избавь душу мою от усол живых от языка лукавого». Матфея 5.30. «Но да будет слово ваше. Да? Да. Нет? Нет. А что сверх этого, то от лукавого». Вот сверх этого. Наша. Матфея 6.13. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и силы, и слава во веки. Аминь». 2 Коринфянам 1.17.20. «Имея такое намерение, легкомысленный ли я поступил? Или что я предпринимаю по плоти? Предпринимаю. Так что у меня то да, да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было, то да, то нет. Колоссианам 3.9. «Не говорите лжи друг другу, соблегшись ветхого человека с делами его». Ефесянам 4.25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Яков 5.12. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвы, но да будет у вас да, да, и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению». Иоанна 8.44. «Ваш отец дьявол?» «Дьявол, не надо бояться считать эти слова. Ложь от дьявола. И вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он был человекоубийцей от начала, и не устоял бы истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». Матфея 13.19. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге». Владимир. «Мир вам, лгать я не собирался и лукавить. Когда я приеду с Божьей помощью, все успеем сделать. Две недели еще не прошли моего пребывания здесь. Дорога – это не в счет. А если вы считаете, что я изменил свое решение, то и Бог изменяет свое решение. Это мы видим неоднократно по Библии. Далее он говорит, Бог изменяет свое решение. То есть никаких да-да, нет-нет, а Бог изменяет решение. Ну и все, и мы можем теперь изменять. Вот тебе не заболел языки, смертельно. Вот что ему Бог сказал. Считайте. Ну и про Иону. Никогда не думал, что на это можно ссылаться, когда не держит человек своего слова. То есть это... Вот он много написал, то есть скопировал сюда. Я отвечаю. Разве Святая Библия для того дана нам, светочим, чтобы решать за Бога самим и наше «да», превращать по обстоятельствам в «нет»? Да не будет так. Псалом 14.4. «Тот, в глазах которого презренно отвержен, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». У нас клятвы нету, а «да-да». «Ложь останется ложью на суде Божьем. Ее никак невозможно оправдать, ибо ложь есть неправда». 1 Иоанна 5.17. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Римна 6.13. «И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваших Богу в орудие праведности. Ты начинаешь гнилые подпорки подставлять, чтобы оправдать неправду. Она и задушит тебя с другой стороны, если не оставишь лукавство. Время в дороге всегда входит в отпуск. С чего ты это надумал-то, время дороги не считать в отпуск? Такого никогда нигде за мировую историю не было и нет. Да во время отпуска ты можешь такие путешествия там делать, и с конца в конец, и сказать, а дорога нищетова, ну где такое есть? Вот батюшке выписали здесь предписание, он поехал на месяц, он должен через месяц вернуть дорогу. И дорога – это твое право. Ты можешь сидеть где-то, а можешь ездить. Зайди бесплатно каждый день катайся и считать, а я-то дорога не считается в метро. Жду во вторник, это 2 октября 2018 года, непременно. Ты мне это сказал и без моего согласия, что тебя там не должно удерживать. То есть никак, я не договаривался, меня не спрашивал. Мне очень жаль тебя. Когда я был в Потерябке, и мы были вместе с Романом, все было хорошо. Когда мы были не рядом, Сатана полностью овладел им. Точно та же картина вырисовывается с Никитой, и оба поступали безрассудно и дико. И устраивает вначале тут свой крохотный Майдан. Их одобряли многие тайные, без имени и без лица в интернете, аватары и Ники, то есть демоны. Сейчас ты буквально свалился в ту же яму. И они пользовались священным писанием, и ни к селу, ни к городу, как говорится, лепили, что было перед глазами. И где они? Прошу тебя немедленно выехать домой. Демон лжи уже залез в ворота твой. Можешь ли ты со своими толкованиями уподобляться всепрощающему Богу? Менять отношение к падшему и покаявшемуся грешнику? И куда ты лепил эти места из Святой Библии? Ты в умею или уже поехал? Ты можешь в раз перейти точку невозврата. Начну все делать тут без твоего присутствия. Псалом 30, 19. Да они имеют устал живые, которые против праведника говорят зло с гордостью и презрением. Притча 10, 18. Кто скрывает ненависть у того, устал живые. И кто разглашает клевету, тот глуп. Притча 12, 22. Мерзость пред Господом устал живые. Говорящий истину благоугодной ему. Жду не позже вторника. На иное тебе благословения нет и не будет. Пока ничего нету, неизвестно. Как и... Кто составил этот пасквиль? Написали ролик. Вот посмотрите ролик. И там доказывают, что рождение Христа было не 7 января по старому 25 декабря. Я пишу. Кто составил этот пасквиль? Очень похоже, что еретики, так называемые свидетели Иеговы. Этот день вообще не был праздником, а соединялся с единственным в то время праздником, богоявлением. Началом благовестия Иисуса Христа. И что из того? На спасение наше дата никак не отражается. До 532 года вообще ли это исчисление шло и у христиан, а от Диоклетиана, лютейшего гонителя христиан. И допущенная ошибка Дионисием Малым при расчете пасхалии, явилась позже. Ошибка в 4 года. То есть сегодня идет 2022 год от Рождества Христа. И что из того? Главное же в том, что мы находимся в истинной Церкви Христовой, где безошибочно указано в Святой Библии, что? 1 Тимофея 3,16. И беспрекословно. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Вот рождение его. Когда чего не указано. А продал себя в духе. Показал себя ангелом. Проповедано в народах. Принят верою в мире вознесе славе. Это как еврейское родословное. Кто от кого? Чей дедушка был ближе к Егове? Но нам оставлено Духом Святым такое. 1 Тимофея 1,4. И не занимались баснями родословия бесконечными, которые производят больше споры, нежели божьи назидания в вере. Титул 3,9. Глупо же состязания, родословия и споровой распори в законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Старый или новый стиль, это совершенно никакой роли не играет на наше служение Богу в Духе Святом. 3 Езер 8,3. Многие сотворены, но немногие спасутся. Я отвечал и сказал, душа, пожри смысл и поглоти мудрость. И 7,25. Третье Езеры. И потому Езера пустым пустое, а полном полное. Там на другой ролик Наталья пишет. Благодарю. Меня поражает, как люди настолько глупо начинают исследовать то, что не имеет значения ко спасению, и верят в это. Была такая радость, когда я уверовал по Евангелию рождение спасителя моего. То есть на тот же самый ролик. Я когда разговариваю с другими, до того радостно. А если бы он не родился, мы бы все погибшими овцами были. Там, где жили мы в России, мои родители учили и исполняли эти обряды языческие. И на Рождество родители гадали ужас. Как я благодарю Бога, что мы переехали из этой языческой глубинки. А то бы жили для сатаны, а не для Христа. Меня больше всего поразило милосердие ко мне, грешня, владыки, вседержители, которые держат все судьбы людей в своих руках. Игнать Тихонович, отец мой любимый, если бы вы знали, как мне не хотелось ехать в Германию. А муж говорит, останемся здесь потихоньку, все уладится. А я и не думал, что тут встречу Христа и найду ответы на вопросы моей жизни всей. Господь все знал обо мне. У меня не было еще в утробе матери, и Бог все знал обо мне. Слава Христу за все. Так хочется, чтобы и родные, и родители это поняли. Но никак не доходит до них. Только и говорят, так было всегда, и все-все празднуют. Отец Игнатий, знаете, я маленькая была, но в глубине души понимала, что жизнь, которую мы живем, что это ложь и обман. И всегда думала и задавала вопрос себя себе, а что дальше, в чем смысл жизни. И никто так и не давал ответа. Жила впустую 28 лет. Ужас и страшно. Если во время поста ели кровавые колбасу и котлеты. Когда на самом деле строгий пост, а мы пируем. Поэтому и в жизни все вверх ногами. Как вспомни, ужас находит. Как так жить? Как будто паранжа закрыла зрение. Нас учили слушать свое сердце, из которого уходит вся нечисть. Господи, помилуй и спаси от лжи. Как раз о лжи, о лжи, о лжи. И вчера Алеша Устинов как раз сказал слово о лжи. Записано будет. Записано уже. Вот так ели кровавойную колбасу. Кровяной вообще нельзя даже есть. Запрет. 15 глава «Деяния апостолов». Мне прислали, что Сергей Бирюков на меня ролик составил почти часовой. Этому Сергею Бирюкову я посылал все, что и другим. Священник. Чтобы он не имел возможности когда-либо сказать, что ему не было оказано внимания. Хотя каждый раз внутренне было нежелание. То есть ясное чувство того, что он не принимает ничего. И, дескать, зря на него время тратить не следует. И вовсе ему это не нужно. И, вопреки этому постоянному чувству, все же послал ему, зная, что он такой вот. Прослушал ровно 7 минут, дальше не смог. Ни времени нет, ни смысла. Мычит бестолково и бесталанно. Зато, по крайней мере, он тут не подхахатывает, как делает ярый ЭДС. И он. Постоянно, видимо, все же допекло. Они совершенно не видят, на какой исторической мировой версте времени мы уже находимся. Не видят и не слышат ничего о своей бедной душе. Одиночество их самими собой тягостно и страшно для них. Вот они опять. Это он время сколько потратил, собирал и ничего не может сказать. Вот такие попы. Открыто себя назвать неверующими. Они боятся, трепещут всего. А истина православия, кроме ходильного едкого дыма, они не нюхали. Вот это брованное движение в храмах для них и есть православие, кормящее их безделие. Пишу Новикову. Сергей Александрович, мир вам. Дело тут такое, что, может быть, именно ваша помощь и нужна нам. Дело в том, что вам нужно найти на карте кадастры земель потеряевки, где ясно видно было бы то, что мы видим каждый божий день. Улица наша идет. Будем считать точно с севера на юг. Нарисовать надо просто так. Линию провести и подписать. Нарисуем эту улицу еще известность. Юг, север указать. С севера, то есть слева, будет Барнаул. А справа, то есть на юг, это на Кулунду. Железная дорога будет выше на 2 километра. Но она так идет, что в сторону Барнаула под углом понемногу отдаляется от нашей деревни и разъезд под Степный будет уже от нас не на 2 километра, если по прямой до железной дороги, а за 4. Участки земли, что выше деревни, на карте, соприкасаясь с железной дорогой, обрезаны точно по прямой линии с железной дорогой. Эти земли были раньше потеряевские. И теперь их мы не можем ни продать, ни купить. Почему? А кто-то, как думаем, умышленно нарисовал железную дорогу не на 2 километра выше, а в отдалении от нас, а прямо по деревенской улице. Ну и наши земли, когда оказались тогда сразу не рядом, а по ту сторону железной дороги. Это сказочное перемещение земли. Кому-то выгодно, но только ни жителям, ни фермеру, которые их обрабатывают. Нам ответили от железной дороги, сказали, что провести линию правильно можно, но за это мы должны им заплатить больше 100 тысяч рублей. Так мне передали. Изменить, сделать в этой афере жуликов. Жду вашего совета и слова. А карту вы найдите. У меня она на бумаге есть. У нас вчера воскресенье было. Внутрь богослужения. Потом занятия. Потом свободно были. Мы решили записать беседу о Потеряевке. Приехал Алексей Устинов. И я к ним пришел. И на улице записали. Потом будет это. Как он видит. Дальше что будет. И как. Как мыслиться. Ну и наши ресурсы показать. Мой мир. Это я люблю эту систему. Очень. Вот я в шапке, где я с голубем. Это контрольно. Туда не надо. Здесь переписываться можно. Все от ленточной. Ленточный это наш форум. Называется так. Православный форум. Игнатия Лапкина. Вот так. Канал во свете Библии. Вот сегодня я поставил 8 роликов. Даже не 8, 9. Ну вот тут. Помаленьку тут что. Меняют окна в Потеряевке. Это заинтересовало. С детьми занятия никто не посмотрел. Даже собрания всего только 9. А вот окна меняют. Да еще 2 минуты всего. Вот тут можно посмотреть. Владимир и Серафима. Вот так. Ну что. Будем считать, что на сегодня у нас все. Мне постепенно. Продолжение следует...